Сёстры и братья, используйте парфюм дома. Почему брызгаетесь только когда из дома выходите? Вы надеваете красивую одежду, ароматный парфюм, наносите, когда выходите из дома, а домой приходите и воняете. Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Людям кажется, что мужчина и женщина должны делать всё одинаково. Вот не думайте так. Во многих браках портятся отношения из-за того, что люди думают, что всё должно быть 50 на 50. Но по факту это не так работает. Когда женщина, мать, её сердце – это чистое золото. У мужчины такого сердца нет. У женщины золотое сердце в первые 7 лет жизни ребёнка. Она ему уделяет процентов 70 своего времени. И ребёнку это нужно. А когда ребёнку от 7 до 14, вот там уже идёт 50 на 50. Оба родителя уделяют половину своего времени. В этом возрасте ребёнку это нужно. А вот когда ребёнку 14 и выше, ему или ей нужно, чтобы отец уделял 70% своего времени, а мать уделяет процентов 30 своего времени. Чтобы сформировать характер. Когда мой сын маленький был, сейчас ему почти 15. Ему годик был, зубки резались. Жена попросила ночью посидеть. Ладно, говорю. Взял его, держу. И вот я сижу с ним, спать хочу. И вот только немного начинаю дремать, просыпается. И так, эдак его укачиваю, успокоить пытаюсь. В итоге, ни его не укачал, ни сам не поспал. И всё это на протяжении часов 2-3. В конце концов, отдал ребёнка обратно жене. Она такая, ой, а что случилось? Я говорю, мне на работу утром. В 7 утра выходить. Извини, но не могу я с ним сидеть. В итоге она со своим золотым сердцем сидела с ребёнком всю ночь. Всю ночь без отдыха. И следующую, и следующую, и следующую. Ночь за ночью. Вот 99% мужчин так не смогут. Вот говорю вам, сёстры такие, мол, вот именно, вот такие мы и есть. Прошло 14 лет. Дети дома играют в PlayStation. Жена говорит, выключайте. Он ей отвечает, ага, сейчас выключу. Через некоторое время, выключай. Да, сейчас выключу. Через 10-15 минут. Эй, выключайте. Да-да, сейчас, мам, последняя игра, последняя. Через 10 минут. Выключайте, я же сказала, выключайте. Всё-всё, выключаем. Выключаем, выключаем, выключаем. А когда я дома... Просто смотрю на него... Игра окончена. Game over. Так что в этом возрасте роль отца уже другая. Они нуждаются, чтоб я был дома. Когда я дома, они уже не балуются. А жену они не слушаются. Хотят всё время играть. Со мной такое не получится. Когда я диктую им правила, они всерьёз воспринимают. Всё, папа сказал. Разные роли. Ты прекрасно справляешься в одном возрасте с ним, а я прекрасно справляюсь в другом. Мы должны дополнять друг друга, а не соревноваться. Вот я вам скажу, сёстры. Если мужчина не помыл посуду сегодня, это не значит, что он тебя не любит. Его любовь в другом. Кажется, что он делает немного. Но он, по сути, весь месяц работал, чтобы оплатить счета. Все счета оплатил, весь ваш комфорт в доме. Вода, электричество, газ, квартплату, еда и всё остальное. Причём это всё может уместиться в одном чеке. Но он заработал, чтобы 30 дней вы могли всем этим пользоваться. И вы, братья, смотрите, у сестёр длинный день. Им нужно отдыхать. Бывает кризис среднего возраста. Я тоже через него проходил. Как это было? Когда вы только что с ней поженились, мой взгляд прикован только к тебе, крошка. И она тоже. Мой взгляд прикован только к тебе, дорогой. Вы только друг с другом. Всё время. Потом ребёнок появился. Она тебе говорит. Один мой глаз прикован только к тебе. А другой глаз к нашему малышу. Уже две крошки. И ты говоришь то же самое. Потом ещё один ребёнок. И вы уже с ней такие. Оба наших глаза на двух детях. Ну, иногда на тебя, крошка. Потом появляется третий ребёнок. Потому что нам, аль-хамдули-лях, машаллах, не нужна эта тема. Контроль рождаемости. В общем, с третьим ребёнком времени друг на друга ещё меньше. Так что, оставляйте детей с бабушкой или ещё с кем-то. И идите гулять вдвоём. Идите гулять. Выйдите из дома, который пловом пропах. Выходите. Идите гулять. Ходите туда, куда ходить халяль. Давайте идите гулять. Идите. Выбирайтесь. Вам нужно проводить время друг с другом. Когда вы время проводите друг с другом, вновь возрождается эта магия отношений. Иначе отношения будут рутинными. Дарите подарки друг другу. И носите красивую одежду, когда вы дома. Понимаете? Братья, в одной и той же пижаме по три дня. Ходишь как зомби. Да и жена твоя не лучше. Она луком пахнет ещё с прошлой ночи. Серьёзно, сёстры и братья. Используйте парфюм дома. Почему брызгаетесь, только когда из дома выходите? Вы надеваете красивую одежду. Ароматный парфюм. Наносите, когда выходите из дома. А домой приходите. И воняете. Дома надевайте красивую одежду для своего мужа. Для жены надевайте. Комплименты друг другу делайте. Внешность хвалите. Говорите, мне нравится в тебе вот это, нравится вот это. А если что-то не нравится, не говорите жёстко, типа не нравится. Говорите как-нибудь позитивно. Мол, лучше было бы вот так. Мол, мне бы понравилась вот такая прическа. Будете так делать, станет лучше. Да воздаст Аллах благом. И хвала ему, Господу миров. Начнём вопросы-ответы. Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сёстры, ставьте лайки, подписывайтесь.